По традиции участниками фестиваля становятся и кинодокументалисты. В этом году на суд зрителей своей работой представили четыре режиссера. Один из них приехал из Беларуси. На протяжении 40 лет он снимает художественные и документальные фильмы, хотя с Чувашей его связывает многое. Чувашский язык гость из Минска называет родным. В Чебоксары Дмитрий Михлеев не приезжал давно. Но на четвертый день своего пребывания здесь он начал свободно разговаривать на Чувашском и даже давать интервью чувашскоязычным корреспондентам. Вообще режиссер родился в Татарстане. А языку его обучал лучший друг, нынеизвестный писатель Республики Порфирий Афанасьев. Но долгое время Дмитрий Михлеев жил в Москве. Ему удалось поступить на режиссерский факультет ВАВГИК. Именно здесь он познакомился со знаменитым режиссером из киностудии «Беларусьфильм». Тот высоко оценил курсовую работу Дмитрия Михлеева под названием «Диалог о картошке» и пригласил поработать в Минске. Там он живет и трудится более 40 лет. В его творческом багаже четыре художественных фильма и более 20 документальных. Некоторые работы были удостоены престижных наград. Вообще, признается режиссер, раньше он любил снимать картины о детях для детей. А сейчас создает фильмы об известных и талантливых людях. На фестивале в Чебоксарах зрители увидели одну из последних работ режиссера, которая посвящена народному артисту Беларуси Игорю Добролюбову. Именно его Дмитрий Михлеев называет своим учителем, которому удалось привить любовь к документальному кино. Документальное кино – это потрясающая вещь. Это высший уровень журналистики. Я объехал весь Советский Союз. Я был во многих странах европейских. Это как Орлан Быков говорил, да? Я счастливый человек, он говорил, я хулиганю, снимаю все, что я хочу. Мне еще за это платят. Я снимал, всегда я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить в себя свою любовь, свое отношение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!